Музыка Здравствуйте друзья Мы с вами вместе, мы с вами в моем хозяйстве Называется Вот так вот, видели? А в стране творится страшное Есть объективные причины По которым у нас не просто плохо с садами А с каждым годом все хуже и хуже А есть все субъективные Такое впечатление, что Субъективные причины это ничего не делание, скажем так мягко Давайте продолжать, моя бесконечная серия И так пять тысяч фирма позади Это примерно пять тысяч пятый, пять тысяч десятый Я уже счет потерял Тема вишневые, черешневые сады Ну, черешня в Сибири редкость необычайная Вот Фактически два сада черешневых всего Это Боднера Плюс в черемушках От него найдется десять, двадцать, тридцать Плодочащих деревьев по садоводам-любителям И вот этот вот сад Даже отсюда видно мы черешневое дерево Восьминутровое Вот То есть, а есть о чем поговорить Итак Десять, двенадцать лет назад Международная конференция Москва Меня Согнали с трибуны Под благовидным предлогом Вот Ваше время истекло За это время четыре раза Отключали мне микрофон Когда я только открывал рот и говорил Причину, почему нет садов Наконец меня посадили на место в зале Выступает следующий товарищ И как нарочно Сказ начал говорить про то, что абрикосов Вишневые сады в стране уничтожены Уничтожены чем? Грибковыми заболеваниями Вранье дичайшее Сто процентное просто Человек не в теме Он Вышел на трибуну Объяснить, что сады Уничтожены И кажется безвозвратно Вот Вот она Сибирь Молодой вишневый сад А где же старый? А я вам его показывал в то раз Сорокалетние деревья Которые сейчас зацветают Вот точно так же У меня чуть другая тема Поэтому я за сто метров вас не поведу Показать, что там будет опять Уникальнейший урожай Невиданнейший Вот Только потому Что эти полтора десятка огромных вишневых деревьев Никто не трогает Только стремянки Собирать урожай и больше ничего Собирается процентов 95 Я показывал птицам Вот это действительность А еще прибавляется И хочется черешни Черешья все эти годы Что я тут живу сорок лет Эту же вишню называют черешней Люди давно успокоились Что черешня кислая Вот А у меня кстати она не кислая вишня Итак Ближе к теме Значит Прививки черешни на вишню Это единственный выход Иметь в Сибири черешню И только по узкой полосам Близко Это не Это где Еще раз говорю Единственные места Где черешня будет Только там Это городская черта Где греет Город сам себя Это города Где сотни тысяч людей живут И там есть одноэтажная Россия По окраинам Учитывая розоветру Раз Значит И второе Это огромные Водохранилища В которых Летом Купится Огромное количество Солнечной энергии Подогревается Вода И всю зиму Не замерзают Самые главные реки Это Ангара Это Енисей Это Братская ГЭС Это Сеношушинская ГЭС Это Красноярская ГЭС И везде Сотни Тысяч Дальше Участков Которые попадают В микрозону И нигде нет черешни Поняли А должна быть Итак Мой участок Смотрим сюда Молодые Черешевый сад Старые Уже действительно Старые черешни Еще раз Вон там Вон там Еще раз покажу Вот Их всего Девять Взрослых Восьмиметровых И молодежь Несколько Штук Вот Это не главное направление Это для души Но Пришла пора И оказалось Что у меня Тысячи невостребованных Косочек Черешневых А в них уже Гены вишен И наша Песня хороша Начинаю Сначала В средней полосе России В Европейской В Европейской Маякотские Черешни Замерзать Будучи встав саженцами Деревьями Замерзать не будут В них гены Сибирских вишен А сибирские вишни Доказали Их уничтожить Невозможно Я вам покажу Сейчас Через минуту Единственную Погибшую Своей смертью Вишню Сейчас увидите Но пока Вот оно Молодое вишневое дерево Это Корневой отводок Здесь все Вишни корневые отводки Вот Не косточки А именно Корневые отводки И вот Этот корневой отводок Стал Двухлетним деревом На него была Привита Черешня Вот она Видите Хорошо видно Прививка в эту Пень Нет Не вот это 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 свеженькая А вот это Вот Вот это вот Двухлетняя Прививка За два года Она стала здесь И Стала здесь Я ждал первого цветения Цветы были Но цветов нет Ладно Теперь Мне Этого мало Черешня У меня там В одном месте Растет Одновременно Сразу три На том участке Вот на том Вон он На нем растет Одновременно Двух метрах Друг от друга Черешни Брянская розовая А урожай Дает слабое Слабое А пылителя нет Тут я ошибку эту Повторять не буду В молодом саду А это невозможно Вот Чтобы Совершать ошибки Итак Смотрите Внимательно Видите Знаете что это Это я Черешневый Казалось бы Казалось бы Деревок На которое Привито На вишне Я На подвойную Вишню Привил еще Что Вишню Жуковскую Культурную Вот А у меня уже есть Гена Череша Я рассказывал Многие знают Мои Рассказы исторические Вот Кажется Сергей приехал Точно Бедные ребята Тяпка 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 Средина лета Это я могу Помечтать Вот Итак Вишня Жуковская Заряжалась Умеем Если захотим А вот это Внимание Смотрите внимательно Еще Один сорт Черешни То есть У меня На 200% Что будет опыление Итак Вишня Но другой сорт Я даже знаю какой Вот Итак Получается Один сорт Второй Третий И если верить Официальной науке Лучше Опылителем На Черешни Вишня Ну не каждая конечно Подбирать надо Ну а я подобрал Вишня с генами Черешни плюс Черешни плюс Еще одна черешня Посмотрели Это дерево А у него есть Брат родной Тоже двухлетка Но уже Даже заплодоносила Сейчас Наверное Привет Я тут маленькое Кино снимаю Про Черешни Ты один? Ладно Поговорим Чай попьем Так Поехали дальше Сережа На второй год Черешня зацвела Прививка Смотрите Быстрее Быстрее Три цветочка Ну а это показательно Черешню Долго ждать не надо Ну как Как она привита Хорошо Привита Привита Она тоже вращеп Почему я так делаю Сейчас объясню Вот допустим Берется Толстая ветка Отрезается на пень Расщепляется И только тогда Черешня не обгоняет Вишню Давайте посмотрим Обогнала или нет Вот здесь вот посмотрим Вот Прививка Да Смотрите Еще не обогнала А уже цветет Вот это Второй год Это Первый год Но Впереди все хорошее Значит Что мы имеем? Мы имеем Перспективное дерево А сейчас Открываю Уникальный секрет Внимание Когда-то Здесь была Огромная Очень крупная Вишня Настолько крупная Что Вы видите пень А Представьте себе Что от этого пня Вот это вот Слева китайская Вот так же ветки От этой вишни Уходили сюда И У меня есть фотографии Есть фильм Вот тут вот стояла Автомобиль Вот Двое ребят Ты в курсе или нет Наш друг Богдан Со своим другом Подъехал Это я Рассказываю историю Где-то года Три назад Он подъехал На грузовике И С этого Как называется С кузова Да Собрали восемь ведер Не заезжая Вот сюда Внутрь Снаружи Вот здесь вот такая Вот так вот было Я так понимаю Я после ночной смены Я пошел спать Спокойной ночи Малыши Так Ему не до этого Он после ночи Вы знаете что такое Двенадцать часов ночью Сидеть на кране Вот Его место В Темиряевской академии В Мичуринской академии Вот В крайнем случае В Красноярском Госуниверситете В Челябинском Вот А он на кране сидит И главное Все это знают Я раньше думал что Ученые этого не знают А теперь я знаю что они Что то знают А А может быть и правда не знают Что лучше садовод Нет не лучше Не буду привлечь Один из лучших садоводов В России Вот Сидит на кране По 12 часов Второй один из лучших садоводов В России Сейчас не знаю что недавно Рыкалин По ночам караулив В качестве сторожа Тоже денег не хватало Вот эти и это Специалисты такие Вот А Елена Савиничка Моя лучшая ученица Которая умудрилась Стать Сейчас она без пяти минут От кандидат наук Она На выставках Торгует По стилой Ей что больше заняться нечего С ее уровнем С ее красным дипломом С ее сотнями научных работ Вот С ее опытом садовода Практика от железов А без практики Ничего вырастить невозможно Но Извините Я отвлекся У меня это Наболела страшно Вот Сейчас он пошел спать У него столько Интересных дел Было бы в саду Это он уже должен Показывать Не я Вот это вот Итак Вишня Не должна Нет Черешня Не должна обгонять вишню Здесь не обогнала А вот здесь Внимание Второй Он же первый случай Я о нем повторно говорю Посмотрите внимательно Начинает обгонять Видите вот она Вот А ниже Я бы мог где-то здесь привить Вот Но мне нужен был скелет Чтобы привить сюда И привить сюда Вот Почему И привить сюда Видите неудачная прививка Не пошла Вот Только для того Чтобы получилось Скелетные прививки И сразу Еще раз Одна Вторая Третья И получается Что Дерево сад Дерево которое должно Само себя опылить Он и говорил Так Ну вот Посмотрим еще что-нибудь Посмотрим еще что-нибудь А что у нас ребята в рюкзаках А вот Ну-ка пошло не пошло Ура Ура Пошла еще одна прививка Это тоже вишня жуковская Вот Почему Опыление должно быть такое Чтобы дух захватывало А вот это Возвращаясь к этому дереву Смотрите Пошла Пошла А это черешня Вот Черешня боднера Но уже называется Золотая драгана Смотрим сюда Итак С этого пня Я не могу остановиться Было огромное дерево С которого Да у меня даже фотографии есть Как-то надо показать Кстати Сегодня вебинар И будет серьезный разговор То есть С этого дерева Огромная ветка свисала На улицу Восемь бедер Было собрано Не заезжая По эту сторону барьера То есть Прямо с этого С грузовика С кузова Который Был достаточно высоко Теперь Сейчас я А Почему я сказал Что это Единственное дерево Которое Извешено Которое Умерло своей смертью Есть фотографии Разорвало На части Под урожаем Ну вот Бывает такое Уже все Уже было не молодо Ему уже было лет 25 Разорвало на части Вот эта причина Это Благородная смерть Что она дала Потом От него пошло Отводок И он уже привит Вот Второй отводок Третий Отводок Много я потерял Отводки пошли туда Вон Смотрите Вот И еще не все Наверное Еще не все Привычки показал Каждый Путь неотводок Я превращаю В Как бы сказать Полигон Уже В настоящую Хорошую эту Хороший Испытательный случай Вот Прошлогодняя прививка Пошла Эта Черешня Пошла Ну немножко Уход надо Придется одевать Эти самые Перчатки И бороться с крапивой Прошли Пошла А ну-ка сюда глянем Гожусь я в учителя Пошла Пошла Так Где-то А одну я пропустил Я покажу Мне показывать надо Еще раз Черешня Смотрите внимательно Здесь было две прививки Вот тут Одна не пошла Мертвая А вторая пошла Вот она Вот она Черешня 100% Ну-ка прийти в нее В глаза Кто не верит Вот Ладно Еще Сейчас 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 Ага Так Туда не пойду Там еще кое-что есть Там у меня три черешни Которые уже идут по 6 По 8 Живы курилки Но мы сейчас про молодежь Вот Вот Второе дерево Которое было уничтожено Внимание Догадайтесь почему Вот Оно было живо Но Вы понимаете что такое Деревья которые не были сформированы Предыдущей хозяйкой Бабушкой Бабушкой Вот Посмотрите что получилось Дерево разорвало Дерево разорвало И тогда я принял решение Спилить И Вот эту мертвую часть Вот Она И Живую часть Вот эту Вот И Тут же Мгновенно Обратите внимание Корневые отводки Пошли 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 И Теперь Еще Год-два Вон еще Год-два И опять Все это затянет Смотрим дальше Черешня В прошлом году Привитая Пошла Кроме одной Пока 100% результат Кроме одной Еще Черешня Пошла Ни одну не скрываю Я неудачи Никогда не скрываю Вы же знаете мой принцип Сегодня соврешь Завтра получше По морде С неба Идем дальше Так Тут Ничего нету Где-то была А Все Смотрим Вот эту я Пропустил Не привил А вот эту я привил Смотрим Пошла Хорошо Видно И Наконец Сидлини Последняя Прививка Так Втыкаем Чтоб не заступили Вот Так И Последняя Еще у меня Вон там Тоже пошла Скажете Врешь Пошли смотреть А кстати Давайте рыбоваться По пути Итак Перед вами Прививки мои Свежие То есть весенние Одна Прививка Жива Вторая Жива Кстати это слива Это Венгерка на абрикосе А это Персиковая слива Прививка на абрикосе Умеем? Так Дальше идем Вот Вот Это Попутно Вот Правда Это я Немножко уже ухожу Живая Живая А это А это Ни живая Ни мертвая Не знаю пока Пока не знаю Живет нет Вот Дальше пошли Вот А второй фильм Наверное Да Уже заканчивается Осталось Одна минута Тогда это будет Следующий фильм Ладно Пройдемте Сюда Пройдемте Гражданин Вот Снимается Крытая камера Последняя Прививка Видите Черешины вишни Тоже Живая Они вылазят Из земли Вот так вот Сейчас покажу Где тут еще У меня Непривитая Вот Ну короче У нее Тут рядом Все Время вышло Жалко Не могу продолжать Так Осталось 8 секунд В общем Это прививка На корневые отводки Вишни Все Точка